Добрый день! Семен Винокур, мы этим постоянным составом. Тема «Женщина в Кабале. Любовь и развитие». Вот такая тема. У нас уже поступают вопросы. Учтите, кто присылает вопросы онлайн, мы вне очереди вас запускаем. Так что пишите нам. Тема интересная, важная. У нас огромное количество женщин нас смотрит. У нас переводы на 20 языков. И, в общем, масса групп. Вот, как видите, показывают группы. Рига, Таллинн, Берлин, Челябинск, Днепр. Спасибо, ребята, что с нами. Вот Москва, пожалуйста. Спасибо. Мы начинаем. Итак, «Женщина в Кабале. Любовь и развитие». Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, или Лена из Мэри-Порта. Я не знаю, что это за город такой. Скажите, пожалуйста, как женщине правильно заниматься Кабалой. Это уже конкретный вопрос такой. Ну, вообще тут надо сказать много вступлений. Дело в том, что духовное понятие мужской и женской части и наше земное, они коренным образом отличаются. Потому что душа – это стремление человека к отдаче и любви. Выше своего эгоизма, который тянет его к отдаче и любви к себе. И поэтому мы не можем таким образом разделять уже сразу на мужчина и женщина. Мужчина – отдающая часть, женщина – получающая. С какой стати? Это и мужчина в нашем мире эгоист, и женщина в нашем мире эгоистка. И так далее. То есть тут не может быть никаких нормальных разделений. А и мужчина, и женщина – они оба эгоисты. И тот, кто из них приобретает свойство отдачи и любви к другим, тот и называется мужчиной в духовном смысле слова, отдающим. А те, кто еще пребывают в своем эгоистическом желании самонасладиться, наполниться и так далее, те называются женской частью. Так что мы все, с духовной точки зрения, женщины. И те из нас, кто пройдет в высший мир через Максом, так называемый, те будут называться мужчинами. То есть над Максомом все мужчины? Над Максомом все мужчины. И у каждого из них есть своя женская часть и мужская часть. А все-таки есть женская часть? У души. Желание – это мужская часть, а экран намерения – это женская часть, а экран намерения – это мужская часть. И не может быть одно без другого. Это всегда парами. Вот так вот. Поэтому в нашем мире разделение на мужчин и женщин, оно абсолютно неправильно с точки зрения кабалы. Если я читаю кабаллистическую книгу, и там написано про мужчин и про женщин, то я сразу же должен конкретно представлять себе, что имеется в виду свойство получения или свойство отдачи. В любом из людей, независимо от его пола. Люди, которые достигли такого состояния, что они уже находятся в отдаче. Ну вот и все. Поэтому какой там был вопрос? Ну вот вопрос как раз такой. За Максомом становится понятно. А вот вообще до того, какая все-таки работа женщины в кабале, и какая работа мужчины? То, что вы сейчас сказали, практически все женщины получаются. Практически все женщины. И практически у всех, у всех практически, все свойства одинаковые. Но, но есть разница в физиологических свойствах. И поэтому у нас тут есть большая проблема. Проблема заключается в том, что все-таки женщина в нашем мире отличается от мужчины своими земными эгоистическими свойствами. И поэтому ее вход в кабалу, он тоже особенный. Не как у мужчин. Она должна достичь такого же состояния, что и мужчина. Но двигаться к этому самостоятельно, по-другому. То есть, это большая взаимопомощь с мужчинами. Это большая помощь мужчине в нашем мире. Это рожать, быть хозяйкой и так далее. То, что мужчина практически должен заботиться о зарплате и учебе. Женщина должна заботиться не о зарплате, а о доме. Это ее работа. В общем-то, это домострой, так называемый. Никуда от этого не денешься. Сейчас все пугаются, учтите. Сейчас вы всех распугали женщину. Но я говорю, что каким образом создано вообще человечество. И никуда от этого не денешься, потому что не можем мы поменять женщину с мужчиной, или мужчину с женщиной, или уничтожить пол. Как бы ни были мы и развиты, все равно женская природа и мужская в нашем мире кардинально друг от друга отличаются. И с этим надо считаться. Поскольку у нас разные мысли, разные взгляды на мир, разные ощущения, разная необходимость друг в друге, в семье и так далее, то поэтому мы должны и вести себя в соответствии с этим, а не искусственно представлять себя живущими над нашим миром, где-то непонятно где. В состоянии, где нет уже никакого разделения ни на пол, ни на семьи, ни на что. – Много вопросов как раз на эту тему про отличия. Марина из Ставрополя спрашивает, есть ли отличия для духовного роста мужчин и женщин, в чём оно заключается? Анна из Петропавловска говорит, женщины выстраивают связь внутренней с высшей силой, и могут ли увидеть, почувствовать какую-то разницу. Много вопросов именно о отличии. – Это, как обычно, женские вопросы. Вот у мужчин таких вопросов нет. Мужчины никогда не задают вопросы, а как там женщины, а чем мы от них отличаемся и так далее. Нет такого? – Нет. Потому что они себя чувствуют. – У женщин в первую очередь вопрос, а в чём отличие? – Вот они себя, наверное, ущемлёнными немножко чувствуют. – Чувствуют себя ущемлёнными, понятно. А я говорю, что с точки зрения кабалы никакой ущемлённости нет. – Никакой. Потому что Творец устремляет к себе абсолютно всех. И женщины, которые получают в нашем мире устремление к духовному, они находятся в предпочтительном состоянии по сравнению с мужчинами. Их больше, чем мужчин, и по качеству, и по количеству. – Да. – И они должны заниматься так же, как и мужчины. Но и в занятиях тоже они должны соблюдать соответствующее разделение. То есть, во-первых, должно быть разделение мужчинами и женщинами. Это же мы уже говорили не один раз. Первое. Второе. Женщины не должны заниматься Талмудой с Рансфирот. – Учением. – Самим изучением системы высших миров. Если они к этому не испытывают определённого влечения. – А всё-таки есть эта поправка, да? – Эта поправка, конечно. Это как в механике. Как в физике. Как в науке. В таких науках. Понимаешь? Женщина там, она не должна делать свои исправления на таком уровне. Её исправление в другом. Оно во всём остальном. Женские десятки, женские круги, женское сближение между собой. Вот там им очень тяжело сближаться, но там именно они и должны это делать. И это проблема. Потому что каждая женщина, мы понимаем, что она сама по себе. Она не чувствует необходимости в окружении других женщин. Это противоположность мужчинам. Абсолютная противоположность. Мужчина, он чувствует друзей, вместе, все в одной компании, в обнимку. Идут вместе в баню, пить пиво. В бой. Куда угодно. А у женщин такого нет. Она всё-таки индивидуалистка по своей природе. И поэтому всё-таки сближение между ними должно быть. В такой мере, как у мужчин, оно никогда не будет. И не требуется этого от неё. Поэтому женщины должны окружать мужчин. Помогать. За мужем быть, да? Быть за ними, да. За мужем или за мужской частью группы. И таким образом они будут продвигаться. Всё-таки женщина получает через мужа, вот для конкретики такой продвижения своей духовной. Если женщина помогает мужу, она и делает всё для того, чтобы он духовно развивался, то она получает через него. В мере его развития. И в мере того, насколько она ему помогает. Если кроме этого есть ещё возможность участвовать в женской группе и помогать не только лично мужу, но и вообще в мужской группе. Или если муж не занимается в группе, а женщина может помогать в мужской группе, то это даёт ей буквально входной билет в большую меру. Ну и последний вопрос такой. А если женщина не замужем? Вот у нас есть такие вопросы здесь. Как раз вопросы такие, больше такой внутренний крик. Вот что мне делать вот такой незамужней женщине? Как я могу продвигаться? Во-первых, это может быть незамужняя женщина. Во-вторых, это может быть женщина и замужняя, но муж, который не занимается. Тоже верно. Это не имеет значения. Все мы в этом отношении абсолютно-абсолютно вольные птицы, что называется, относительно духовного. У каждого из нас своя душа. Мы этим ничем никому не обязаны. Если ваш муж не занимается, или если вы не замужняя, входите в каббалистическую группу. Начинайте помогать мужской её части, начинайте сами заниматься с другими женщинами, организацией вашей связи между ними, и всё будет нормально. Вы увидите. Вы увидите, насколько вы будете больше получать, больше ощущать, насколько вы продвинетесь в понимании вообще всего того, о чём говорит Каббала. Вопрос. Если женщина, рождаются женщины в нашем мире, а в следующем круговороте она тоже будет женщиной? Или это остаётся? Это зависит, это зависит, в общем-то, от высшего предназначения, управления. Есть слияние душ, разделение душ, так называемые и бурон и шамот. То есть, душа может быть и в мужском теле, и в женском? Легче всего предполагать, что так оно и дальше пойдёт. Но это совершенно не обязательно. То есть, может быть, и наоборот. Нигде не встречал в литературе. Нет, такие вещи, как правило, не описываются вообще каббалисты, и не пытались об этом говорить, да и я особенно не пытаюсь. Дело в том, что каждый человек должен делать то, что ему сейчас предназначено. И не задумываться о том, а буду ли я проклята и в другие свои круглобороты жизни быть женщиной. Таким образом, она проклятает не себя, не свою судьбу, а Творца. Как раз у Телены из Харькова спрашивают, что означает, что часть общей души облачилась в женское тело? В чём специфика исправления частички общей души, если она облачена в женскую часть? Это же не случайно? Да нет такого понимания. Есть постоянная перетекание общей души из мужской в женскую, из женской в мужскую, и в том числе и в мужчинах в нашем мире, и в женщинах в нашем мире. Я не знаю. Это всё так непросто объяснить, что от этого только путаница произойдёт. То есть душа это что-то вообще такое непонятное? Душа – это нечто аморфное, нечто такое, что плавает между всеми нами или то, в чём плаваем все мы. Одна душа на всех. То есть, если я хочу что-то отдать кому-то, творцу или другому человеку, я называюсь мужчиной. Если я хочу взять, значит, я женщина. Вот так оно… Один раз я мужчина, один раз я женщина. Вот так вот, да. Лучше так представлять. Да, и поэтому не обращайте особого внимания. В нашем мире имеет значение мужчина или женщина. В духовном мире только от вас самих. А вот действительно вы говорили, что женщина получает от мужчины. Были такие в истории случаи, когда каббалист занимался кабалой, жена его, естественно, там сидела дома с детьми, ну, поддерживала его и получала тоже духовное постижение? Да. Пожалуйста, тебе. Не занимаясь причём? Ничем не занимаясь. Это… У нас есть такие примеры, правда, не сегодня, а в 2000 лет недавности, как жена раби Акивы, которая помогала ему во всём и действительно достигла при этом тоже высот постижения. А сегодня вы считаете, что если жена поддерживает во всём, допустим, идеальный случай, то она может получить тоже духовное? Причём ни разу не открывая книги? Если душа поддерживает… Если жена поддерживает мужа во всём, то она может постичь больше его. Даже больше? Да. Если она этому отдаёт своё желание, а муж, может быть, и ленится, она его к этому толкает, принуждает, помогает и так далее. Всё зависит от стремления человека. Потому что желание женщины более такое, да, бурное, да? Конечно, да. Более требовательное. Более серьёзное. А если есть х времени, что лучше делать? Помогать мужу или группе? Допустим, есть только определённое время, что лучше? Приходите выбирать. Я не могу даже сказать, я не могу сказать, что лучше в нашем мире, быть мужчиной или женщиной. Не могу сказать. Всё зависит от удачи. Вот. Появится ли у человека серьёзное устремление, правильное устремление к цели, и, возможно, тогда реализация себя как земной женщины и как духовного мужчины, она будет удачней. Вот интересный вопрос. Томас спрашивает. Откуда начинается корень разделения мужчины и женщины в физическом мире по Кабале? Когда это началось, разделение? В физическом мире оно разделяется на плюс и минус, на свойства творения и свойства творца, на свойства желания и свойства экрана, на речимо авиют и тлапшут. Всё состоит очень жёстко, чётко из мужской и женской части. Потому что творение разделяется на творца и создано им творение. Создано творение называется женской частью, а творец выступает здесь как мужская часть. То есть, как только появилось творение, можно сказать, что появилась женская часть. Да, конечно. Юлиана Александровна спрашивает, почему так много в наше время одиноких женщин? Не то же самое, что одиноких мужчин. Это уже дальше вопрос, пока женщина спрашивает. Нет, потому что у нас такой эгоизм, что мы не можем ужиться друг с другом. Мы не можем. Женщины могут сказать, что мужчины не могут ужиться с женщинами, а я могу сказать, что и женщины не могут быть такими, чтобы с ними ужился мужчина. И кроме того, что наш эгоизм такой огромный, непутёвый, такой запутанный, что мы не можем просто долго терпеть друг друга. даже самого хорошего человека. Вот знаете, вот Анна из Кисловодска пишет, вот интересно, хочу замуж, хочу любить, дарить свою теплую заботу, мужчины не готовы к отношениям, почему не получается выйти замуж? Вот уже такие жизненные вопросы. Одинокие женщины и женщины, которые хотят замуж и не могут. Это всё эгоизм, да? То есть, никуда не деться. Это это время. Дело в том, что я вот смотрю, прекрасные женщины там сидят, такие добрые, тёплые, которые действительно готовы помочь во всём спутнику жизни. Это проблемы нашего времени. Ведь мы ничем не заменили домострой нормальный, который был когда-то во всех народах. когда была семья, печка, там, дети, жена, дом, двор, куры там и так далее во дворе. И всё это. Муж уходил куда-то на работу, приносил зарплату, что-то такое. У всех народов это было правильно заведено. Как только мы начали отрываться от этого, то есть, появились мануфактуры, капитализм, и всё прочее. Сразу же женщина начала оторваться. Женщина начала оторваться от мужчин, мужчина от женщины. Появились все эти модерные, новые взаимоотношения. Перестала быть потребность в семье. Стали сами себя обеспечивать и мужчина отдельно, и женщина отдельно. и дети должны учиться и оторванными от родителей, не быть под их влиянием и так далее. То есть, семья начала рушиться. Капитализм развиваясь, он разрушает семью. То есть, это точка переворота, да? Капитализм, прогресс, который пошёл. Вот это было... естественно, конечно. И поэтому мы начинаем видеть, что здесь вот уже начинает рушиться семья, дети отрываются от родителей, и семьи разрываются, и прочее, прочее. Это 20 век. А может, причина, что живут долго? Раньше-то жили там вместе 10-15 лет, это уже много было, а сегодня по 60 лет живут вместе. Да, это тоже проблема. Слышали бы вас Меркель, Хиллари Клинтон. А что такое? Ну, ещё были бы серьёзные вопросы к вам. Какие серьёзные вопросы? Ну, женщина сегодня занимает лидирующее положение вообще в мире. А я... Нет, минуточку, я что-то говорю, что не может быть. Нет, вы говорите. В каждом народе ты можешь найти таких героев, женщин, которые действительно герои. Ну, так что? А какой духовный Я же не говорю, что дело у плиты на кухне. Духовный коль феминизма есть такое? Откуда это вообще стало произрастать? Или это всегда было? Или это сейчас? Ну, ты посмотри на женщин, которые здесь сидят перед нами. И вообще на женщин. И попробуй спросить у них, что действительно они хотели бы. Неужели они не хотели бы хорошую семью, детей, мужа, уверенность в сегодняшнем, завтрашнем, что было о ком заботиться? Это в первую очередь необходимо. Я свою жену спрашиваю, она хочет карьеру. Ну, это твоя жена, потому что она моя дочка. Так она такая... Это у нее было... Бабушку. С молодых, да, это с маленьких лет было видно, что будет. А вообще, женщина действительно... И для мужчины тоже, но мужчина не настолько привязан. Все равно, послушайте меня, Каббала говорит только об одном. Мужчина, если он хочет достичь духовного, он должен быть женат. Женщина, она не обязана быть замужем. Это потому что не от нее зависит. Но все равно должна стремиться к тому, чтобы у нее была семья. И только когда у них есть семья, и у мужчины, и у женщины, только в таком случае это самое лучшее состояние, из которого произрастает каббалист или каббалистка. Но у женщины как получается. А мужчина просто обязан. Все-таки я не ушел. Если нет у него, пускай, как Ванюшка дурачок, стреляет из лука и ищет свою лягушку и женится на ней. Надо поцеловать еще ее. Поцелуют, поцелуют ее, и все. Не важно. Надо быть женатым. Духовный корень феминизма существует? Я не встречал. Не, ну, это интересно. У тебя дома разобраться надо с этим. Откуда эта доминантность такая-то все? Это же не было раньше. Ну, это, конечно, там все было. Я не думаю, что его не было раньше. Были королевы, были Джанны Дарки, были такие в прошлом всякие Клеопатры там и прочее, прочее. Было всегда. А в Торе, сколько говорится об этом, в Библии, о героях-женщинах. Мирьям вперед выходит. и Аэль, которая там убила сестру, очень много, очень много таких героев, женщин, героинь, в смысле. Так что, не надо говорить, что этого нет, если только сегодня это появилось. Сегодня просто появилось разбиение большое этого эгоизма. Он оголился, он уже неуправляемый, и он не сдерживаемый ни границами семьи, государства, мира. и поэтому вот это получается. Но в принципе от этого никто не счастлив. Вот тогда вопрос Татьяны из России, просто чтобы точку на это поставить. Продвигается ли женщина-одиночка, которая ежедневно с вами смотрит уроки, виртуально присутствует на мероприятиях и так далее? Да. Я абсолютно в этом уверен, и я это вижу. Женщина, даже одиночка, которая где-то там находится, неважно где, так, в глубине сибирских руд. Да. И смотрит оттуда меня по урокам каждый день она вместе со мной. Она вместе со мной, без всякого сомнения. Это же вообще для нее это такие усилия, вообще это героические женщины. Да, да, да. Там где-то. Хорошо. Вот интересно, Роза спрашивает из Петропавловска, почему в некоторых регионах появляются женщины с точкой в сердце, а в некоторых мужчины? Имеет ли это какое-то значение? Ну, наверное, там есть группы, где преобладающие большинство женщин, а есть наоборот одни мужчины? Ну, трудно сказать. Я не знаю. Трудно сказать. Мы видим действительно, что вот в Южной Америке там более ровное распространение идет среди мужчин и женщин. Интересно. И даже семейная. там Богота, там вот Семьями сидят. Колумбия, там еще где-то, да, сидят семьями. Так что... А вот в других местах по-разному, по-разному. Больше женщин. Не знаю. В Америке больше мужчин. А в России относительно как-то так посреди. На Украине больше женщин. На Украине больше женщин, да. Это в зависимости от характера народа, мне кажется. Не делал никакой такой карты. Вот хороший есть вопрос. Я всегда как бы когда вы отвечаете в восторге. Вот что такое свадьба в каббалистическом смысле? Ну, мы же должны отвечать на земном уровне. Ну, я думаю, в каббалистическом смысле. В каббалистическом смысле это как-то творец жених, а человек невеста. Когда человек предоставляет все свое желание наполнению светом Творца. Желание должно быть естественным образом исправлено на отдачу. Так что то, что в женщинах в нашем мире есть. Они желают грехи, заботиться о мужа, о семье, о детях, о семье. Это и есть в них естественным путем. Рождение это тоже отдача. У мужчин такого в принципе желания нет. Так что сказать о том, что ну в общем я не знаю. Я откровенно говоря, когда когда думаю о своих учениках, я думаю о мужчинах. Не потому, что я не думаю о женщинах, а потому, что и женщины тогда мне предстают в моем воображении как мужчины, а не как женщина вот в их виде, в каком-то таком женском в объеме, телесном или в каких-то этих... Нет, я чувствую их абсолютно мужскими, что они желают достичь такого же согласия с Творцом, его понимания, его раскрытия. Я не чувствую в них женской части. только лишь в наших рамках, в рамках нашего обучения там необходимо придерживаться определенного разделения, чтобы не было помех. А кроме этого, я не знаю, зря женщины вы считаете себя какими-то ущемленными. Я лично так бы не считал. я не считал. У нас в центре есть рядом с нашей аудиторией аудитория женская, где они занимаются наравне с нами в те же часы, кто хочет приходить. Остальные смотрят из дому наши занятия. Трапезы вместе с нами, вечера вместе с нами. Вот сегодня у нас будет вечер после вот этого вебинара и тоже будут и женщины на нем и мужчины. Дальше у нас обслуживание техническое мы сейчас переводим на женщин, чтобы они сидели на трансляции, на съемках везде, чтобы женщины параллельно с нами везде работали. Прямо скажем, и их желание тоже. Не только это, не мы как бы желание. И у них к этому есть желание, потому что они понимают, что этим они обслуживают, этим они дают и в итоге этого получают. Появился один мужской вопрос, Юрий из Днепропетровска. Почему мужчина так нуждается в женщине для своего духовного развития? Да, мужчина нуждается в женщине для его духовного развития, потому что женщина, она с одной стороны ему помогает, а с другой стороны она его дополняет. У мужчины, и мужчина называется плаггуфа, половина тела. То есть без женской части он половина, половинка. Не женщина половинка, а именно он половинка. И поэтому ему необходимо дополнить свое эгоистическое желание до полноты, чтобы подниматься и духовно развиваться. Женщине это не обязательно. Она сама по себе уже готова к духовному развитию. Тереза из Мадрида спрашивает, где описаны эти законы? Женщина работает, приносит деньги как мужчина, заботится о детях и доме, и должна ходить склонив голову за спиной мужчины. Она говорит, что ничего не понимает, почему так? Вот видите, как вы понимаете? Склонив голову за мужчиной. склонив голову идти вслед за своим мужчиной, накинув на нее на голову там черную покрывало. Я понимаю, какая у вас, в общем-то, картина вам предстает, представляется. я считаю, что это не так. Женщина, в принципе, в соответствии с нашей сегодняшней обстановкой, может работать наравне с мужчиной, но, естественно, рожать она наравне с мужчиной не может. Дом тоже, как ни крути, все-таки он находится на женщине, лежит, и так далее. То есть, разница все-таки есть. И не надо ее куда-то нивелировать. Мы проходим такой этап в развитии человечества, когда мы в чем-то хотим быть революционерами. По нашему разумению, по нашему хотению изменить мир, каким образом мы его желаем видеть. И в итоге мы убедимся, что он получается очень плохим. Что лучше, если мы вернемся к истокам и будем действовать в соответствии с природой мира и своей собственной природой, а не выдумывать ничего другого. Поэтому то, что женщина работает, то, что женщина наравне все это делает, а зачем? Скажите мне, а зачем? А не лучше было бы сегодня, когда есть 30-40% безработных в мире, чтобы мужчины работали, а женщины бы со всех этих работ ушли бы домой и занимались бы детьми, воспитанием детей, самообразованием, готовили бы хорошую почву для мужчин, может быть, семья была бы лучше, крепче, и вообще было бы, может быть, теплее в мире и лучше, и не было бы войн и тому подобное. Давайте заниматься каждым своим делом. Я не считаю, что воспитание детей и вообще работа дома, она в чем-то ниже, чем мужчина там стучит по клавиатурах компьютера. Что может быть вообще не понадобится никому. рожать, воспитывать и дальше двигать человечество именно поколение за поколением. Это женская работа. Что может быть вообще лучше, что может быть более базисным и необходимым. То есть, вы, может быть, так даже говорите, 80% работ, которые выполняют на работах, они практически никому не нужны. Не нужны, конечно. А эта работа необходима, просто необходима. И в итоге, что мы получаем? Дети бегают по улице неизвестных, где и как. Это самое. И потом, что с ними получается, непонятно что. Женщина должна быть с образованием, с большим образованием, с психологическим, с педагогическим для того, чтобы воспитывать детей, правильно за ними ухаживать, правильно построить семью. Это все на женщине. Женщина называется дом. Вот на иврите дом – это женщина. Это мать, это жена, это хозяйка, это во всем. А мужчина – это вот именно какой-то придаток, приносит зарплату и занимается добычей материальной и духовной, короче говоря. А женщина свою духовную работу выполняет через дом. И это разделение, оно очень, очень важно. Но сейчас мы уже находимся в таком этапе, в таком периоде жизни, в таком круговом обороте, что все пошло, конечно, вниз головой. Но мы еще вернемся к этому. Да? Конечно, вернемся. Мы не сможем закончить справление мира в таком состоянии. То есть предположение вот Луцианы из Италии, мы расширяем нашу географию, мое наблюдение, что природа делает женщину сильнее, более энергичнее во всем, это потому, что у них миссия иметь детей. Вот так пишет она. Ну, конечно, понятно, что так, да. Но я говорю к тому, что все равно мы должны будем вернуться к нормальному домострою и все эти огромное количество безработных, миллиарды безработных, они должны будут распределиться, мужчины должны будут работать нормально, женщины должны освободить все свои эти места рабочие и заняться домом и воспитанием детей. Это огромная серьезная проблема воспитания следующего поколения. Это огромная проблема и только женщинам под силу это решить. Смотрите, что получается с нашими детьми после того, как мы их отпустили от себя. Ведь это только в этом проблема. Поэтому я не знаю, я считаю, что женщинам надо подумать о том, как делать. Мы должны это объяснять людям. Потому что следующее поколение, оно не выживет нормально. Оно будет настолько уродливым, что просто поставит под сомнение вообще жизни на земле. Нам надо обязательно вернуться к нормальному состоянию. А женщина, она будет при этом духовно развиваться. У нее будет для этого время. У нее будет спокойная душа. Потому что у нее здесь дом, муж, дети. Все это есть. И кроме этого, она еще может несколько часов в день заниматься своим самосовершенствованным, духовным, кроме педагогическим, психологическим и так далее, которые ей необходимы для воспитания, для того, чтобы мужа держать в руках и детей держать в руках. А так она не знает, что с этим делать. Небольшое уточнение в продолжении этой темы Сильвии из Гватемалы. Роль женщины та же самая, что и сто лет назад, и тысячу лет назад. А какая разница? А в чем изменилась наша природа? То, что появились вокруг нас какие-то игрушки, в которые мы играем, машинки, самолетики. А что изменилось? Ничего не изменилось. Мы те же мужчины и те же женщины. Каждый из нас заигрывается во всякие безделушки. Будем серьезными людьми. Что меняется? Или я когда-то жил в простом домике, или до этого еще я жил в какой-то пещере, или я живу сегодня в благоустроенном доме, там, в небоскребе и так далее. Ну и что дальше? Все равно я, жена, дети, работа и так далее. Духовная развитие. Вопрос Сергея Троцки спрашивает из Днепропетровска, разрешено ли в Кабале многоженство? Вообще, как к этому Кабала относятся? Изначально в Кабале было разрешено многоженство, и мы знаем, что у наших праотцов было по несколько жен. Но затем это уже в изгнании, после разрушения храма это было запрещено. Так называемый Робейн-Гершин был такой, который это запретил. У восточных, кстати, по-моему, это разрешено? У восточных, это да, я говорю, те, кто прошли через Европу. Ну и все. Ну и вообще все это, как сказать, все это, весь этот обряд, он очень простой. Я когда жил в Рыховате, до того, как переехал к своему учителю, то у меня там... Вместо еменских евреев. Да. Я был с еменскими евреями, там жил в одном районе. Так там старик, который захотел жениться еще на одной старушке, кроме своей. Ну не старушке, мне тогда казалось старушке. Там им было, может быть, по 40-45 лет. Вот. Он ее переводит к себе в дом, приводит еще двух своих товарищей, свидетелей, зажигает свечки, стакан вина, благословения, и все. И она его жена. Ничего другого не надо. Я что-то не понял. Есть какой-то человек, как вы сказали, Гершин, Гершин? Робейну Гершин. И что? Один человек взял и решил, что... Нет, он был великим законодателем своего поколения. И он постановил, что начиная с его поколения и далее, многоженство запрещено. И все, и все так приняли, и пошло? Да, да, да. А что природа говорит? Нет, только среди жгенозистов греев. А природа, она за многоженство? А природа, в принципе, она не запрещает человеку, смотря сколько у тебя есть верблюдов, коз и прочего добра. То есть, творец не против многоженства? Нет, не имеет значения для мужчины. Не имеет значения для мужчины, но есть определенные там пределы, конечно, но королю не запрещено, там, царю не запрещено вообще. Никаких ограничений, вплоть до тысячи. То есть, еще вопрос о... Нет, но есть постановление очень четкое в Торе, что если у тебя жена, то ты не имеешь права, ты должен о ней заботиться полностью, ты должен ее содержать, покупать и так далее, все, что ей надо, и не лишать ее супружеского сожития. И чтобы она была удовлетворена все время. Чтобы ты, да, то есть, ты не имеешь просто так набрать себе там 300 жен и гулять, и гулять, кроме этого еще на стороне. Вы думаете, это изменится в будущее? Может, изменится? То есть, вернуться к прошлому, если у тебя будет много вермлюдов. Понятно. Немножко смежный вопрос, Игорь. Если мужчина в гражданском браке, считается ли он женатым? Это не имеет значения, вообще, в наше время. Но, конечно, все зависит от того, насколько они считают себя мужем и женой. Но, в принципе, если уж так говорить, брак или не брак, это все относительно детей. Я считаю, что, если есть дети, брак свят. Не имеешь права разводиться, обязаны растить детей, в каких бы то ни было условиях. Вы исходите из того, что дети будут ущемлены, если вдруг будет разрываться? Детям лучше с любым отцом, чем без него. Володя из Киева спрашивает, может ли жена мешать духовному продвижению мужа? Если да, то что с этим делать мужчине? Может ли жена мешать духовному продвижению мужа? Ну, такие вообще мы видим явления. сказать вам, как надо с этим работать, надо все-таки ее пытаться убедить. В чем это ни было? Какими бы ни было подарками, задобри ее как угодно, если же это все равно не помогает, если ты все делаешь, что надо, кроме того, что ты не удовлетворяешь ее желание отключиться от своего духовного развития, ты имеешь право, я не говорю, что ты обязан, ты имеешь право с ней развестись, потому что душа, она выше этой жизни, и поэтому можно пренебречь этой жизнью ради души. Но сначала все эти усилия делали. Но сначала все усилия остальные должны. И тем более, если дети есть, естественно. Да, да, обязан, обязан. Но у меня есть и ни один, и ни два ученика, которые из-за того, что жены были против, хотя они с детьми, и была нормальная семья когда-то в свое время, они вынуждены были развестись. Интересный вопрос. Розы из Англии спрашивают, могут ли в этом мире мужчины и женщины когда-нибудь преодолеть свои базовые желания и относиться друг к другу выше своего эго? Ну, не знаю, наверное, так понимаю, дружба между мужчиной и женщиной выше эгоизма, выше этих базисных желаний, секс, ну, она имеет в виду, наверное, Нет. невозможность. Это может быть только в том случае, если все человечество уже начнет подниматься и выходить из рамок телесного вообще облачения, когда мы потеряем ощущение, что мы находимся в материальном мире. Тогда мы не будем называться мужчиной и женщиной, тогда мы будем называться, да, уже частичками одной общей души. То есть и каббалист тоже не может относиться к какой-то женщине как другу, допустим, да? Нет такого. Нет такого. Все равно... То есть в нашем мире десятка не может быть совместной такая? Никогда. Никогда никакой совместной десятки быть не может. Нет. Это приведет всегда к каким-то перекосам, лучше не начинаться. То есть всегда базисные желания, мы в общем не сможем через них перепрыгнуть. Мы не сможем перепрыгнуть через мужские, женские и вообще все человеческие желания, там, пища, секс, семья, знания, богатство, тщеславие не сможем. А, так я думал эти социальные желания, да, мы должны перепрыгнуть через них? Нет, ты можешь только их использовать, но перепрыгнуть, нивелировать их ты не можешь. Нет, ну да, имеется в виду правильно использовать. То есть здесь момент зависти тоже будет работать и все это будет? Да, но сексуальные желания, они остаются до самого конца, потому что они соотносятся между связью, между всеми творениями и Творцом. Такой вопрос из Ютьюба, вероятно. Анна спрашивает, возможно ли исправление в монашестве и уединении? А если нет, то почему оно развито? Почему оно развито? Потому что люди привыкли к этому. Издревна это все было так. Для того, чтобы умертвить плоть, это совершенно не по кабале. Умертвление плоти, оно совершенно не исходит из кабалы ни в тем и никак. И поэтому запрещено оставаться холостым по кабале и запрещено быть монашкой. а только если получается так в жизни, то уж действительно надо помогать. Кстати говоря, это большая заповедь помощи другим, если люди пытаются помочь создать семью. Кстати говоря, если вы находитесь в группе, помогите создавать семьи друг другу. Особенно женщинам. если вы видите, что в вашей группе женщины есть, которые с вами уже давно преданы этому делу, попытайтесь их выдать замуж. Тут вопрос Ирины из Киева как в ответ. Как женщине подняться на такую духовную ступень, которая позволит ей увидеть достойного мужа в любом холостяке? Для этого не надо подниматься высоко духовно, для этого надо спустить свой нос немножко в материальный мир, и все будет хорошо. Ирочка. И увидите в холостяке достойного. И увидите достойных вокруг вас мужчин. Не задавайтесь. Это очень нехорошо. Вы проиграете. Вопрос о материальном мире. Юлия. Как женщина может определить, что необходимо для дома и семьи, а что лишнее? Очень легко утонуть в материальном. Если она правильно работает над собой, если она понимает немножко психологию, воспитание, то она не будет здесь вытворять какие-то глупости. Нет. Я считаю, что она просто должна думать о том, как сделать из своих детей людей. людей. А потом они сами себя найдут. Сегодня так все быстро меняется. Пока эти дети подрастут, будут уже другие, совершенно другие профессии, другие занятия и так далее. Главное сделать из них нормальных людей, которые бы всегда правильно к жизни и к себе относились. Это воспитание. Татьяна из России спрашивает. Влияет ли отсутствие детей, отсутствие мужа, семьи на духовное развитие женщины? Нет. Если ей не предоставляется такое возможности, то не влияет. Но если такая возможность есть, то почему бы нет? Еще такой вопрос. Алиса спрашивает. Что делать, если муж не занимается кабалой, чувству одиночества? У нее чувство одиночества? Да. Когда муж не занимается, мы такое часто встречаем, пренабрежение к мужу есть даже. Она пишет, чувствую одиночество. Ну я не знаю, это действительно так, женщина так чувствует, мужчина это опять-таки не чувствует. Женщина чувствует при этом одиночество, это верно, не надо его в этом укорять, вполне возможно, что это его душа, и вполне возможно, что ваше вот такое движение одиночное к духовному это и есть ваше исправление. Я бы ничего бы не советовал делать, больше сближаться с другими женщинами в группе и быть вместе с ними. Калюжного Галина пишет, ни в каких своих воплощениях не пожелала бы стать мужчиной, это было бы самое сильное наказание. На женщинах держится все, а мужчина это вечный ребенок. Женщина изначально мудрее, является и матерью и руководителем, она ответственна, серьезна, миролюбива, трудолюбива, имеет много качеств, которые просто недоразвиты или напрочь отсутствуют у мужчины. Как вы к этому монологу относитесь? Я считаю, что это человек, у которого есть серьезные проблемы. А, да? Серьезные проблемы, которые чувствуют себя ущербной в своем женском обличии. Дальше. вопрос ответственности. Человек, который самодостаточен, наполнен духовно, у него есть цель, он пытается правильно себя устроить под продвижением к этой цели, нет у него расчетов этих с другим полом, с каким-то там хочу я, не хочу я, так или сяк, он просто идет вперед. Это как бы упрек творцу, да? Конечно. Мужчин таких ненормальных, пусть судьбой доволен каждый, кто чего не удостоен. Вопросы восприятия реальности. Рустам Абрагим спрашивает, отличается ли восприятие мира у женщин и мужчин? Конечно, отличается очень во многом, но мы не можем этого никак сравнивать. Мы не можем никак сравнивать восприятия эти. Может быть, по-другому слышим, по-другому видим, по-другому воспринимаем вообще все, но эта разница несопоставима между нами. У нас нет над чем это сравнивать. Да. У кого больше чувства юмора? У мужчины или у женщины? Чувства юмора у мужчины. Резкий моментальный ответ. Да. А потому что мужчина состоит из двух частей мужской и женской, а женщина только из одной части и женской. Как? Вы же говорили, что женщина, если она отдает, у нее есть и мужская. Да, но чувства юмора нет. Чувства юмора это не в этом. Проверь. То есть, вот это соединение противоположностей рождает? Проверь, где ты видел артистов-юмористов женских? Клара Новикова. Ой, но это тоже, ведь это просто артистка. Да. Не более. Ну, это не Аркадий Райкин, конечно. Нет, и Аркадий Райкин это тоже артист. Я имею в виду артистов-юмористов, которые от себя. Жванецкий. Жванецкий, может быть, да, нет этого. Почему? Потому что у женщины фантазия идет в земную область, а у мужчины выше земной. И поэтому мужчины больше фантазеры, романтики, писатели. повара хорошие, шахматисты и так далее. Это все мужчины. Сколько женщин работает в Айтыке? Там, где что-то открывают, делают что-то новое. Мало. Мало. Это мужчины. А женщины, наоборот, они в другом. И надо понимать это разделение с уважением. Одно без другого существовать не может. Поэтому берегите женщин и берегите мужчин. Но вот руководящей должности это хорошо, когда женщина будет страной, допустим? Не может быть руководящей должности без мужчины и женщины. Не может быть. Одна руководящая должность требует правильного сопряжения между мужской и женской частью. И только вдвоем они смогут правильно руководить. Мужчина видит половину и женщина видит половину. Это интересно. Вообще вы когда-то говорили, что когда в Торе говорится, что родился мальчик, это значит, что родился и мальчик и девочка. И девочка. Обязательно, да? То есть рождение пары. Абсолютно. И поэтому руководство пары может быть. Да, да, да. Я не понял, премьер-министр должен быть два, двое, мужчина и женщина? Премьер-министр это не должность в принципе. Это просто кукла. А под ним очень много всяких советников и всего ему чего-то докладывают и он решает. На основании чего решают, на основании того, что докладывают. Ты понимаешь? Так что он не решает ничего, по сути дела. Для того, чтобы правильно видеть мир, надо видеть его через двух сопряженных таких вот элементов. Мужскую и женскую части. Так это хорошо, когда вокруг руководителя мужчины есть те, кто ему докладывает. Хорошо, когда есть и мужчины, и женщины. А, и те, и другие. Да. Женщина видит того, что не видит мужчина. Совершенно по-другому видит мир. Но все равно, а решать, в конце концов, после всех докладов, хорошо, чтобы решать? Совместно, после, после, когда они совместно между собой все решают, то мужчина может сказать, да, я решил. Как обычно, в семье. Да. в продолжение разговора, Виктор на ютюбе спрашивает, а женское начало в мужчине каково? Женское начало в мужчине это то, что его подталкивает изнутри, к поиску, к полету и так далее, духовному. но почему это женское начало, оно дает мужчине такой взлет, а женщине нет, потому что оно подталкивает мужскую его часть. Понимаешь? Когда одна только женская часть, желание получать она, то ничего не должно быть еще и мужское свойство. То есть, все-таки женская часть самая важная в мужчине? Женская часть везде самая важная. Если бы не было бы Евы, то, конечно, мы бы сегодня с вами не существовали, а существовали бы только в какой-то вот такой вот в виде духовной субстанции, какого-то духовного киселя. Это вы так называете райский сад. Неважно. Да. Сообщество «Спроси каббалиста» спрашивают, когда и как женщины серьезно заниматься каббалой, если на ней есть только обязанности, работа, семья, муж и так далее? Ну, надо перестраивать наш мир. Но пока он перестраивает. Надо перестраивать наш мир, делать так, чтобы была достаточная зарплата у мужчины, чтобы женщина могла сидеть дома, заниматься семьей и воспитывать детей, воспитывать себя, воспитывать мужа. Это все очень много. А мужчина должен занят быть только заработком и занятиями каббалой. Но пока это не так, то достаточно час в неделю, если у нее есть час в неделю. Ну, сколько есть, столько есть. Этого достаточно. То есть, вы считаете, все-таки мир к этому повернется, пока мир идет другой? Мир должен будет вернуться к другому. Нет, ничего не будет по-другому, я тебе скажу. куда ты денешь миллиарды безработных, беспризорных, никому не нужных людей. Куда ты денешь? Я и появится таким образом нормальные семьи. Такие, которые будут соответствовать духовному корню. Без соответствия духовному корню и в материальном, и в духовном мы не придем к окончательному исправлению. Юлиана соглашается, пишет, большинство женщин об этом и мечтают, но мужчины в наше время не готовы брать на себя ответственность, кормить детей, сомневаться ее. Да, это верно. Мужиков надо бить. Поэтому я считаю, что группа должна и этим тоже заниматься, чтобы пытаться женить, создать семью. Все-таки пытаться это делать. Очень зачастую получается отрицательный результат, но все-таки надо пытаться это делать. А можете дать совет для семейной пары, какой-то такой один совет для того, чтобы сохранить семью, такой каббалистический из высших миров совет. Совет для семейной пары сохранить семью, это завести пару детей и принять условия, что развода быть не может. Не может быть развода. Все. Внутри тихонько каждый пусть пытается ужиться с другим, в той или в другой степени. Мы живем в трудное время, мы испытываем очень непростые проблемы, каждый из нас. Надо это все принять как данность, ничего не сделаешь. Как бы человек другую себе не обещал и другим быть добрым, хорошим и все прочее, это все, мы знаем, как все быстро пролетучиваются и мы не подвластны сами себе. Но семья должна быть такой ячейкой, которую можно четко назвать неразрушимой. Ни при каких условиях. Ни при каких. То есть, несмотря на то, что... Ну, что бы не было. дети должны чувствовать, что у них есть и отец, и мать. И есть кому обратиться, у них есть семья. Да. Ну, у нас много маленьких вопросов. Оставшееся время давайте проведем в виде блица. Из Литвы Витов спрашивает, может ли нетрадиционной ориентацией человек заниматься кабалой? Это проблема. Нетрадиционная ориентация человека, она его куда ведет, туда он и должен идти. Ничего не сделаешь. Это выше нас. Атифа из Астрахани, а что происходит в мужчине, если преобладает женская часть? Ничего не происходит. Он должен все равно заниматься кабалой. Какая разница? У меня много учеников со всеми всевозможными такими следствиями. Ну и что? Юлия спрашивает, как женщине традиционного мышления, которая ожидает, что мужчина будет содержать семью, психологически справится с тем, что она зарабатывает больше мужа? Ну и что такого? Они друзья в первую очередь. Мы должны чувствовать друг другом друзья. Галина, духовное продвижение у мужчины легче в семьях, так как о нем заботится жена, а у женщины в одиночестве, так как ей никто не помешает? это проблема, но в принципе, пытаться выйти замуж надо, но если нет, то вы в отличие от холостяка можете достичь сами выхода в высшую мер. Серж, как влияет алкоголь на отношения между мужчиной и женщиной? Отрицательно в любых случаях, в любых смыслах, крайне отрицательно, я противник этого, абсолютный противник, я выпиваю ну стакан допустим виски за воскресный день раз в неделю, все, стакан имеется ввиду на двух-трех трапезах, это весьма алкоголь. Леонид из Москвы. Обязан ли я прилагать все усилия любыми способами, чтобы завивать сердце той девушке, которая мне симпатична, чтобы завивать ее, ну и так далее? Стоит прилагать все усилия для того, чтобы завивать сердце хорошей девушке, а не симпатичной. Дорогой Раф, ответьте мне пожалуйста, я очень ревную своего мужа, как тяжело мне с этим, как избавиться от этого? Ой, это очень страшное чувство, очень ограничивающее, я не знаю, что вам посоветовать. Лучше всего войдите еще глубже в кабалу и поймите, что тела это тела, а душа это душа. Оставайтесь вместе и попытайтесь ревновать творца к себе и себя к творцу. А муж это ваш попутчик на краткий период земного существования. Ваше пожелание на неделю? Мои пожелания успокойтесь женщины, успокойтесь мужчины, найдите друг друга, создайте нормальные семьи и будьте довольны тем, что вы есть. У вас у всех есть прекрасная возможность достичь совершенства. Удачи вам в этом. Редактор субтитров